В Украине и мире сегодня чтят память погибших во Второй мировой войне. Она унесла более 80 миллионов жизней, свыше 10 миллионов потеряла Украина. В этот день, в 1945 году, антигитлеровская коалиция официально приняла акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии. Дни памяти и примирения 8 и 9 мая Генассамблея ООН провозгласила в ноябре 2004-го. В 2014 году впервые в Украине на официальных мероприятиях применили европейскую символику памяти павших в войне «Красный маг». Чтят в эти дни воинов, жертв войны, депортации и преступлений против человечности, совершенных в годы военных действий. Официальный лозунг памятных мероприятий 1939-1945 «Помним, побеждаем». В эти минуты в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне начинается церемония открытия фотовыставки «Герои». В ней примет участие президент Украины Петр Порошенко. Как мы видим с вами на видео, он как раз приехал на мероприятие. В 12 часов по киевскому времени пройдет общенациональная минута молчания, а в 22.40 в музее акция «Первая минута мира». 17 тысяч сотрудников нацполиции, нацгвардии, госпогранслужбы и госслужбы по чрезвычайным ситуациям будут следить за порядком на мероприятиях 8-9 мая. В большинстве регионов Украины правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Об этом сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев. Путин хочет отвоевать Украину и вернуть Советский Союз или Российскую империю. Это его главные цели в Украине, по мнению президента Петра Порошенко. В интервью телеканалу CBS он сказал, в Украине в разные периоды было до 10 тысяч российских кадровых военных и порядка 50 тысяч так называемых наемников, большая часть которых граждане России. В этой ситуации, по мнению Порошенко, Украине необходима миротворческая миссия. Многие обозреватели полагают, что у нас здесь, в Украине, новая холодная война. Я хочу разочаровать их. Это не холодная война, это горячая война. И каждый день гибнут мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации однозначно нам нужны миротворцы. Это инструмент давления на Россию, чтобы она вывела свои войска с оккупированной территории. Двое украинских военных ранены за минувшие сутки в районе проведения операции объединенных сил. Украинская разведка сообщает, один боевик был ликвидирован, еще пятеро получили ранения. На оккупанты 15 раз открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, под обстрелами оказались украинские позиции в Крымском, Попасной, Новотошковском, а также Луганском, Авдеевке и Широкино. Террористы вели огонь не по домам мирных жителей. Об этом ЮИТВ рассказал пресс-офицер штаба операции объединенных сил Александр Петрук. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из артиллерии 122-го калибра по населенному пункту Зайцево, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. Артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. Только за минувший день в Зайцево зафиксировали 27 разрывов артснарядов. И как мы уже сообщили, в эти минуты открылась выставка под названием «Герои». В ней принимает участие президент Петр Порошенко. Давайте послушаем, он в данный момент выступает. И очень важно открывать и гортать маловедомые стороны истории. Участники Другое святое войны в составе Червоной армии, армии держав, участников антигитлерской коалиции, рухи в опору в окупованных нацистами странах, украинской повстанской армии и защитников Украины, из Збройных сил, Национальной гвардии и других військовых формований. И я хочу щиро подякувати присутним тут членам авторского коллектива цього проекту, представникам громадских объединений, Центр милитарной истории и Департамент военно-культурной антропологии, историкам проведенных науковых установ Украины. Вот эта выставка, она створена вами и научно демонстрирует загальносвятовый масштаб участи украинцев в Другой святовой войне. Это был президент Петр Порошенко, который в данный момент выступает на церемонии открытия фотовыставки под названием «Герои». И к другим событиям. Предоставление Украине оружия и усиление оборонного потенциала страны направлено на сдерживание России от дальнейшей агрессии, а не на атаки при или провокации. Об этом сказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер во время конференции в Вашингтоне. Ее тема – четырехлетняя годовщина введения санкций в отношении России. Волкер также добавил, Кремль пытается разделить Европу, поэтому нужно усиливать ограничения и давление на Москву. Чего мы на самом деле добиваемся – это заставить Россию платить больше. Если она захочет расширить контроль над украинской территорией, если она захочет прорваться дальше и взять больше, тогда последствия будут более заметными, публичными и дорогостоящими. Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинец Андрей Коломеец снова в штрафном изоляторе. За отказ доносить на других заключенных об этом изданию «Крымреалии» рассказала его супруга. Коломеец пробудет в изоляторе до 19 мая, в ШИЗО попадает в четвертый раз. В 2016-м подконтрольный России суд в Крыму приговорил активиста Евромайдана к 10 годам колонии строгого режима по сфабрикованным обвинениям в покушении на убийство крымских сотрудников спецподразделения «Беркут». О расстреле большевиками в 1938 году элиты крымско-татарского народа в Симферопольской тюрьме НКВД вспоминали во время дискуссии в Крымском доме в Киеве. Писатели, этнографов, ученых по сфабрикованным доказательствам обвинили в шпионаже в пользу Германии. Точное количество погибших неизвестно. Расстреляв элиту, большевики обезглавили крымско-татарский народ. Эту практику взяли на вооружение и в современной России, сказал лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В 1928 году был уже расстрелян первый глава этой авторитетной республики Велигий Проимов, а затем начались первые раскулачивания, в результате которого по меньшей мере около 50 тысяч крымских татар были депортированы из Крыма вместе с Ямами. Затем вот этот вот массовый террор, массовые расстрелы. Своё решение относительно соглашения по иранской ядерной программе сообщит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сегодня в 9 часов вечера по киевскому времени. Об этом он написал в Твиттере. Если Трамп откажется от соглашения, США восстановят санкции против Ирана и запретят сделки с иранскими компаниями. Франция, Германия и Великобритания призывают США сохранить соглашение. По их мнению, это единственный механизм контроля ядерной программы страны. Документ подписали в 2015-м. Иран с одной стороны, США, Германия, Франция, Россия и Китай с другой. Договорились. Тегеран отказывается от разработки ядерного вооружения в обмен на смягчение экономических санкций. Это и другая актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua. А вы смотрели главные новости. К этому часу с вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!